Все здесь тусуются, потому что, ну, интересно, кто же, кто же, кто же там такой? Киса Алиса вот здесь вот прям рядом с дверью сидит. Что такое? И это тоже очень серьезный шаг, потому что я переживаю. Вы должны 10 раз подумать. Приветик, я Энни Мэджик, и со мной тут нет сегодня моих собачек, кошечки и других животных, потому что сейчас в этой комнате, вот в этой вот переноске, вместе со мной находится питомец, который никогда в жизни не был у меня дома. И я еще не успела его познакомить со всеми своими животными. Дверь приоткрылась, ребята случайно зашли, а там кое-кто шипит, поэтому, ребят, давайте вы зайдете сюда чуть попозже, и мы уже нормально познакомимся. Юмичу, Софи, выходите. Да, Лиз, пойдем. В общем, те, кто смотрит мои каналы постоянно, знают, что я снимаю довольно часто, а тут я как-то немножко пропала. На Энни Мэджик вышли новые страшилки-смешилки, на Мэджик Пэтс вышло новое видео. Кстати, кто еще их не смотрел, ссылочки я оставлю там внизу в описании на них. Я чаще всего снимаю именно то, что прямо сейчас происходит в нашей жизни, и крайне редко снимаю что-то заранее, специально. А в нашей жизни произошла вот такая ситуация. У меня дома, кроме моей кисы Алисы, еще одна кошка. Кто тут у нас сидит? Кто это? Что это такая за ленивая кошка тут валяется? Я думаю, сейчас очень многие из вас в этом пушистом сером комочке с желтыми глазками узнали кошечку, которая раньше была котиком, но потом оказалась кошечкой по имени Бетти или Баттерс с канала Кот Баттерс. И это действительно кошка Дениса и Вики с канала Май Пэк. Вот это вот такая вот нам хмуренная милота, которую сейчас я отпущу, и пусть она изучит эту комнату. А я вам расскажу, как так случилось. Ну она такая спокойная вообще прям. Ааа, у меня разряжены батареи. Короче говоря, мы встретились с Денисом, и он передал мне Баттерс. Мы сняли несколько кадров прощания и поехали к себе домой. Скажи пока! Пока, Баттерс, пока! Пока, Денис! Поехали! Пока, Баттерс! И теперь снимаем друг друга. Очень классно! Из Москвы до нас ехать около трех часов на машине, и поэтому Баттерс предстоял долгий и, как мне казалось, очень тяжелый путь. Обычно кошки в машине сильно нервничают, но Баттерс, видимо, привыкшая путешествовать, поэтому она вела себя очень культурно. А когда она мяукнула, я вытащила ее из переноски, и дальше она ехала у меня на руках. Даже поспала немного. Потом она захотела смотреть в окна. Интересно тебе что-то? Так стул такая машет. Потом она вообще решила перебраться прямо под лобовое стекло. Ты к рулю подбираешься? Баттерс сидит. Лапки сзади такая сложена, как на пляже просто. Баттерс такой, а что вы видите? И долго валялась там. А я снимала ее на видео, чтобы послать ребятам и для инстаграма. Ставьте лайк этому ролику, если вы хотите увидеть, как Баттерс знакомится с остальными моими питомцами. Потому что мне это очень интересно, какая у них будет реакция. Я занесла Баттерс домой незаметно для своих питомцев. Чего-то у тебя много шерсти. Ты, видимо, линяешь к лету. У меня сейчас тоже все линяют. И они ее не видели. Я занесла ее в переноске. Прям вот высоко держала. И дверь здесь закрыла. Ты что? Не хочет ко мне на ручки пока что. Хотя при этом ехала в машине вообще нормально у меня на руках. Видимо, все-таки что-то переживает, нервничает. И мы же еще вот ночью приехали. И, видимо, несмотря на то, что они ее не видели, животных не проведешь. У них есть нюх. И вот они сейчас, пока мы все это время снимаем видео, сидят там по двери. Я прям слышу, как они нюхают что-то. Все здесь тусуются, потому что, ну, интересно, кто же, кто же, кто же там такой. Даже и Мишке интересно. Киса Алиса вот здесь вот прям рядом с дверью сидит. Очень уж хочется внутрь зайти. Но так как это для Баттерс первый день, она и со мной-то вот пока очень отстраненно себя ведет, мы не будем ей создавать пока что лишний стресс. Пусть привыкнет, освоится. Я залезла сейчас к Баттерс под стол. Только что все было нормально, и вдруг она так себя повела. Баттерс, ты что? Все хорошо. Я думаю, что это стресс, то есть я ее не виню. Я прекрасно понимаю ее такую реакцию, типа, отвалите вы от меня. Да. Баттерс, что такое? Мне кажется, ее нужно чем-то отвлечь или не трогать. Смотри, это игрушка твоя. Да, да, игрушка. Давай, развеселись ты, что? Все хорошо, Баттерс. Я лишний раз ее не дергаю, пусть она изучает все здесь. Кстати, на удивление, она очень хорошо чувствовала себя в машине. Плюсик Денису и Вике, что у них такая социализированная кошка, что она не психовала, не нервничала, не паниковала. Это значит, что она очень хорошо приучена, привыкшая передвигаться на транспорте. Я сейчас вижу в экранчике своей камеры, что Баттерс отсюда перебралась на полку. Так делает и моя киса Алиса тоже. Я все пытаюсь уловить такой кадр, чтобы она была рядом, чтобы вы могли наблюдать за ней и смотреть. А она теперь с полки перешла в другое место. Первый взгляд человека, у которого много питомцев и достаточно большой опыт в животных, это то, что у Баттерс есть немножко лишнего веса. Такой прям подкожный жирок, она немного толстовата у нас. Но Денис и Вика реально ответственные хозяева, они с собой для Баттерс отдали все, что только нужно. У Баттерс с собой свой туалет, хотя я не знаю, почему она решила сейчас в нем полежать. Ребята молодцы, что дали ей обязательно с собой водичку в машину. Мисочку, она, правда, тут уже доела свою еду. Удобная просторная переносочка, в которой есть и поилка, внутрь они постелили ей одеялко и на всякий случай пеленочку. Игрушку дали обязательно, это тоже очень важно, потому что она не только ей просто для игры, но она и напоминает ей о доме своим запахом и видом. Баттерс у нас играет с этой игрушкой прямо в туалете, очень удобно ей, видимо, это делать. Да, Баттерс? Дай, отпусти, отпусти. Ой. Какая ты смешная кошка. Нормально, нашла место себе, где можно спокойно отдыхать. Ну да. Молодец. Отлично, Баттерс. В том числе разные виды ее корма и сухого, и консервы, потому что они подошли к этому вопросу как настоящие хозяева, ответственно. Они переложили это все на плечи того, кому они отдают это животное, даже если это временно. Понятное дело, что для любого питомца переезжать куда-то это некоторый стресс. Но когда у вас вот такая же безвыходная ситуация, как у Дениса и Вики, вы просто, ну, вынуждены так поступить. Это жизнь, и я вот прекрасно понимаю, ребят, что когда нужно уехать, и ну не с кем, не с кем оставить своего питомца. Но оказалось, есть с кем, это я. Конечно же, не навсегда, но я надеюсь, что мы найдем с ней контакт и познакомимся со всеми остальными. Подружимся? Кто ехал у меня на ручках в машине и теперь не хочет сидеть у меня на коленках? Я, Денис и Вика, мы понимали, на что идем, и поэтому обязательно нужно рассказать о своем питомце, а человеку, который его берет, спросить, что он любит, где он любит спать, как вообще он себя ведет, как и на что реагирует, его привычки какие-то, как его лучше называть. Даже Баттерс положила своего котика Басика, у нее просто тоже на канале есть такой котик. В общем, я, как человек, на котором сейчас лежит такая ответственность, должна постараться всеми силами обеспечить Баттерс самые лучшие условия в гостях. Например, вот, спать на полках. Так что, ребят, когда вы отдаете своего питомца кому-то, пусть даже ненадолго, вы должны очень тщательно подойти к этому вопросу, знать и доверять тому человеку, которому вы его отдаете полностью. Собрать своего питомца так, чтобы, ну, хоть на немножко уменьшить стресс этого переезда и новых людей. А в моем случае я человек, который берет на себя ответственность за чье-то животное, и это тоже очень серьезный шаг, потому что я переживаю, чтобы с Баттерс ничего не случилось. Я хочу, чтобы все было хорошо, и потом, в конце концов, не было никакой неприятной ситуации. Вы должны 10 раз подумать, прежде чем кому-то отдать животное. А тот, кто берет это животное, тоже должен тысячу раз подумать, способен ли он дать ей все условия. Всякое может случиться, и иногда нам приходится отдавать своих питомцев временно, и поэтому я за то, чтобы отдавать их все-таки в проверенные руки. По крайней мере, намного меньше шансов, что с ними что-то произойдет, чем в какой-нибудь передержке или вообще незнакомых людей. Денис и Вика скоро вернутся и, конечно же, заберут Баттерс к себе домой, к своим любимым хозяевам. И они уже скучают по ней, и я их прекрасно понимаю. Если бы мои питомцы где-то были, я бы обязательно скучала, переживала и постоянно бы писала этому человеку. Мы с ними все время в онлайне отправляем фоточки, видео, что все хорошо, не переживайте, Баттерс в порядке. Я очень надеюсь, что мы с ней тоже подружимся и станем друзьями, и у нас получится снять какие-нибудь интересные и полезные ролики на каналы, заодно и вместе с моими питомцами. Так что ставьте лайк, если вы хотите выпусков с Баттерс и моими животными вместе, чтобы мы их познакомили. Пока у нас есть немножко времени. Ну и переходите по ссылочкам на новые видео на других каналах, и увидимся скоро в новых роликах. Пока!